Давай Лара Не спрашивай сам без понятия Субтитры сделал DimaTorzok Рад вашему лайк, комментарий и подписке Ребят, потому что это помогает Развитию нашего канала Ну а чем лучше развивается Наш канал, тем больше Людей к нам приходит, а чем больше людей Тем веселее, ведь вы можете с ним общаться Можете обсуждать, что здесь творится К примеру, как Лара Крофт Могла прибить гребного медведя Русского медведя с помощью двух ядовитых стрел И колчина деревянных палок Ну ладно, если серьезно, продолжаем Продолжаем прохождение Так что, ребят, жду от всех лайк, комментарий И подписочку Повторяюсь, повторяюсь, повторяюсь Но, как говорится, что есть То есть, опытная расхитительница 11% сибирская глушь Отправляемся Веб-ктронисы выключаются И не стану отрицать У меня сейчас была небольшая просадка Возможно, сейчас будет немножко проседать Говорю заранее, чтобы не обижались, ребят Не сильно Потому что я играю на тех же настоках, что и предыдущие эпизоды То есть, проблем быть не должно Но, просто говорю После того, как я почистил ноутбук Возникает небольшое такое Какое-то проседание Не знаю, с чем связано Но Быстро пройдет, не переживайте Быстро все проходит Никаких проблем быть не должно В теории И на практике тоже Погнали Итак Сказал, как говорится Товарищ наш Отправляемся В Сибирь Точнее, как говорила Кейт Уолкер Строго говоря Ну, судьбу поняли По монгольской тропе Нашла пещеру, которую охранял злобный медведь Но внутри видно развалины со следами Происхождающие здесь монгольской армии раньше Вполне соответствует легенде о затерянном Китишграде Цель близко Надо Пробраться внутрь Ну и проберемся как раз-таки Медведь уже Да, я надеюсь, что он не воскреснет Потому что если он воскреснет Это беда Это да Беда, беда, беда Но я уверен, что он не воскреснет Поэтому проблем быть не должно Хотя, черт знает Может и воскреснуть Если воскреснет Это, конечно, огромная беда Итак Мы здесь Сохранение прошло Так, давайте Лара, ты будешь захотеть? Спасибо Давай сразу посмотрим, что у нас есть по оружию Есть пара дополнений Это установлены так Костюмы я не трогаю Костюмы я не трогаю Потому что, извините Я сомневаюсь, что Бискроф таскает за собой Все эти костюмы в реальности Так Здесь прокачка у нас прошла Бесшумные стрелы Это Опять же, стрелы Но сделать у них пока не есть Древки у меня нет Так, навыки Боец Охотница Выживание Ну, в принципе, все нормально Тогда отправляемся Так А что надо сделать? Так Ну я где-то уже все нашел, да? Да Незгораемый ящик И всякая проследка Да Уфуууууууууууууууууу Извиняюсь, я просто Был небольшой перерыв между записями у меня И Я просто Знаете, какую вещь понял? Технически В теории Может случиться такая фигня Что, возможно, медведь все еще жив Ну, чем это кончится, вы сами понимаете Поэтому пришлось теперь проверить сейчас Нет, конечно, у нас есть сохранение Но я зашел через быстрое сохранение А как это быстренько работает? Ну, мы все прекрасно знаем, как это быстренько работает Так, ты куда ведешь? Ты сидишь, ты сидишь, ты сидишь, ты сидишь, ты сидишь сюда Так, все, идем сюда Так, нам сюда Давай, Лара Глубокий снег, глубокий снег Что? Оказалось Я только надеюсь, что он мертв И не воскресился Из-за того, что если он воскресился, это, конечно, весело будет Да, он, его нет Ну и прекрасно Ладно, давайте теперь начнем изучение Изучение всего этого гигантского большого могильничка Так, это мы все открыли Так, что вы себе представляете? Вы шкура А что, я не достал, что ли? Почему это я не достал? Непорядок Шкуру мы теперь достали Проблем быть не должно Так Открывай Я, на всякий случай, зажимаю икс Потому что не знаю Будет она здесь или нет Лучший план Ледяная пещера Серьезно? Ну, ах То есть, подождите Можно скатиться А Но лучше не скатываться Ай-яй-яй-яй Ну, конечно Ну, конечно Жива? Здорово? Материться по-русски Значит, все хорошо Так, давайте смотреть, где мы На туда Значит, идемте Сюда Как мы поняли Во всякой заднице мира Есть что-то интересное Теперь он углубился В землю русов Такое чувство Что он дразнит меня Подпустит на день пути И тут же снимается с места К зиме я домой Уже не вернусь Я остановился В деревеньке Озеро под названием Светлояр Наслушавшись речи Пророка Ее жители отказали мне В приюте Пришлось заночевать На берегу озера Какой-то юнец С иконкой Пророка на груди Попытался убить Меня во сне Пришлось показать На его примере Что ждет Таких нечестивцев После этого Люди стали злобно Коситься в мою сторону И плеваться Когда я прохожу мимо Нужно скорее уходить Безумие пророка Расползается Подобно заразе Вот я, честно говоря Сейчас согласен С местным следопытом Извините Мальчонка пытался Тебя убить Он его наказал Соответственно Во всем международным Стандартам Так нет Они еще потом Бесятся Ой Он его казнил За то, что Пытался совершить Покушение на убийство У всех на виду С этой иконкой Вот реально Вот что потом Они возбучаются Сами же Нагнетают Куда это выведет Меня Это, полагаю Да Это вот обратно сюда Ну, значит Погнали Вот Проземлились Так Все Это получается Мы нашли Хорошо Да Так Подождите Нет Это увеличивать Так Одну нашли Да Вот здесь был документик Да-да-да-да Сейчас нам теперь Сюда-сюда-сюда В общем Туннель длинный Туннель большой Высматриваем Все Интересно Медведь знал Что у него тут Такие норы Черт Холодно будет Ну А там Смотри Кстати Не сгораем И контейнер валяется Неплохо Это была Свистящая стрела Такими Монгольские Стрелки Запугивали И путали Врагов Кстати А реально Это она и есть Причем Кстати Очень грамотно Сделано Посмотрите Они хорошо Ее воплотили Если вы Обратите внимание То Специальная Нарезьба Вот эту Которую Сейчас вам Показываю Она Создает Во время Движения В воздухе Такой Свеобразный Свистящий Звук Слушайте Слушайте Реально Грамотно Сделано Это Кстати Стрела Для отличия А я могу Ее потом Использовать Ну типа Взял Свистнул Отлег Я бы хотел Ну что Лара Твоя дырка Все еще Не зажила С Ямонтау Если не зажила То Так Ооо Да Так Ну она Только Может Нырнуть Так Давай Залезай На что Имя Выписан На ней Написано Силою Вечного Неба Указ Императора Тот Кто Не будет С благоговением Относиться Да Будет Виновен Ну В общем Не уважаешь Человека С этой штучкой Казнь Тебе Обеспечена Ну хоть Надеюсь Предлагают Разные Типы Казни А то Так Ну здесь Мы нашли Все Так Дальше Ну в общем Я правильно Заплыл Все правильно Обратил Внимание Хорошо А Ты сама Погружаешься Серьезно Оооо Давай 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 Так Одно оружие Базовый Лагерь Монгольская Тропа Мне интересно Кто костер Здесь зажег Доллар Здесь никого нет У нас есть Быстрый переход Еще заодно Хорошо Так Учитывая Что мы сейчас Идем на советскую Базу Значит Пора Заниматься Теперь Массовым Уничтожением Атаку С уклонением Выводить Из строя Врага Без брони Во время Нажав Кнопку Игр При уклонении Как Раз А Он у меня Наоборот Освоен Этот навык Убийца Эксперт Убив врага В бесшумном режиме Вы автоматически Получите Все его ресурсы Вам не придется Его обыскивать Это очень мило Но бесполезно Железная шкура Взрыв и пламя Наносит Меньше всего урона Толстая кожа Получит меньше урона От Вражеских выстрелов И атак В ближнем бою Данный эффект Действует совместно Вот это Вот это сейчас Было бы очень полезно Я так понимаю А что у нас еще есть Возврат стрел Получите шаг Оооо Из тел врагов То есть всех Вот это беру Надо начинать Возвращать себе Стрелы На До Может было конечно Еще вот это Но Я сомневаюсь Что нам оно понадобится В полной мере Так Ну давай смотреть Что тут у нас еще есть О Здрасте О Так Такое ощущение Будто у меня чего-то Не хватает Ага Ооо Вязание Какой-то Листок Так Я Знаете Вот что Думаю А я всегда Очень много думаю По-хорошему Надо наверх По-плохому У нас Скорее всего Где-то тут Есть Пароход Да Или нет Лара Нету Реально Нету А я думал Есть Ладно Давай Отогрейся У меня Тут Просохни Она здесь Кстати Реально Сохни Тут Здесь Потому что Было бы У Травленных Стрел У меня Мало Бесшумные Есть Я не знаю Будет ли Медведь Впереди Но я Не хочу С ним Сталкиваться Походный Колчан Сделать Могу Шкур У меня Малые Как и Тряпок Большая Сумка Для винтовых Патронов Это Кстати Конечно Боем Баба Было бы Патронтаж На Ружейном Ложе Это На ружье У меня Во-первых Ружья Нету Это раз То есть На ружье Пока Не обращай Внимание В общем Делаем Пока Охотничий Колчан А там Его Модернизируем В случае Чего Просто Реально Таскать С собой Стрел Надо Больше Хорошо Сориентировались Более Или Менее Так Кстати А тут У нас Есть Таких Других Испытаний Документы Пройденные Гробницы Ледяная Пещера Тут Реликвии Да Это Новая Зона Так Подождите Реликвии Две Из трех Вот Эту Я нашел Вот Эту Я здесь Нашел Тут Документ Ну Гробницу Я пока Не нашел Значит Надо Скорее Все Впереди Будет Немножко Открываться И мы Найдем Значит Запоминаем Еще Три документа И Гробница А еще Реликвия Рядом Дополнительное Испытание Гробницы Найдите Вход Вот она Я ее Помечу Вы Серьезно Она прямо Вот здесь Ну ладно Идемте искать Не возражаю Давай Лара Ооо Не спрашивай сам без понятия Мне кажется я нашел арт заставку на сегодня И кажется я нашел гробницу Если это и есть та самая гробница А это она и есть То это теперь мне много чего объясняет То есть мы Вообще кстати реально как она сюда попала Это Это Сибирь Там нет рек выходящих С С черноморскими истоками То есть ни с Волгой ни с чем Это глубокая глушь Сибирь Лена, Енисей Вот эти реки Они уходят в Северный Ледойт-Океан Так вот и гробница Не туда Поэтому иду сюда Давай Ага Наверное там что-то есть Я тоже так думаю Поэтому давайте сохранимся Если кто не возражает Зато кстати обновим сохранение Давненько что-то я этого не делал Так Так Ну что Узнаем что там Давай Ларич Давай 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 Так Надо как-то расколоть лед Расколоть-то расколем спокойно лара спокойно не кипишу и все хорошо о там внизу что-то лежит я не обратил внимание это забираем виз грибы так а вы у нас сэр сэры мария адула застряла лед не выдержал и корабль переломился пополам неважно я надеялся использовать против лжепророка корабельные пушки но придется идти пешком со мной шестеро лучших воинов ордена троицы пока моряки голодали мы копили провианты припасы эти несчастные еще не знают что им предстоит отдать свои жизни ради нашего дела и мы с воинами найдем выход из этих ледяных пещер и продолжим путь пешком до того как лед поглотил корабль мы услышали музыку доносившуюся с юга там мы сделаем первый крема но сначала мне надо отдохнуть я промерз до костей меня клонит в сон но все это конец только малость вздремнул в общем не добрались они значит до него ясно уснул на рабочем месте уснуть есть смерть молодец так там я так полагаю зацеп да и раскачиваться надо хорошо не хорошо плохо но так ну давай сможешь балансировать аккуратно спокойно прямо черепушкой прямо темечком не самый лучший результат но ладно я хотел зацепиться там но почему-то она не дала надо как-то расколоть лед сейчас расколем лара не кипишу не думал что когда будут говорить то слово не кипишу оооо держись держись нехило разломал кораблик ты вроде бы по весла можно взобраться это весла так этот сосуд думаю его можно как-то передвинуть давай перед так евреев а а а halt а Так В общем, мне Ясно Мне нравится, что Лар подсказывает Реально Есть Получилось Теперь надо узнать, что там находится Ну, давай, узнаем Только не упади Допрыгнешь? Должна Давай Хотел такой кусок Ой Ну, она, конечно, заставляет понервничать Заставляет понервничать, барыня Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Оооо Золото Вот это да И не говори Зачем, зачем? Торговать, подкупать Зачем? Зачем? Спросят тут тоже Ооо Вот хоть что-то полезное Карта обновлена Найдены секретики Ну, кстати, опять же, я люблю эти места Они буквально сообщают, где секретики у нас находятся Так Сразу давайте осмотрим На предмет всего другого сущего Ну Это зона, понятно Документ А, я с ним ознакомился Да, у нас документы найдены Это в пещере Так, здесь реликвии все наши То есть, смотрите, у нас осталось Вот еще, кстати, там Видите, там еще Вот документик А это что у нас? Доклад Все кончено Мы здесь погибнем Из-за Коральда и безумия Троицы Моему кораблю не суждено снова увидеть воду Мы вошли в Ледовое море поздней зимой Надо было повернуть назад Но Коральд решил во что бы то ни стало Продолжить поиски потерянного пророка Он и его воины с мертвыми глазами подняли мятеж Пока была возможность, мы плыли по мелководным притокам Затем мерзавец заставил нас соорудить санные полосы Волочить корабль по суше Отказ означал верную смерть и отлучение Но смерть ждала нас в любом случае Я позабочусь о том, чтобы он умер здесь вместе с нами Я всегда держу под рукой яд На случай, если корабль захватят пираты Теперь этот яд пригодится для другой цели Респект и уважение, товарищи Респект и уважение То же самое бы сделал бы То есть, подождите, они, получается, все-таки шли Через северный Ледовитый океан И добы И потом шли уже по суше То есть через Лену либо Енисей В зависимости от того, в какой проток они зашли Ясно Давай, Лара, изучай Тут описываются приемы стрельбы из лука Применяемые врагами Византийской империи Древние навыки Лара выпускает две стрелы подряд Без необходимости доставать их из колчана Сделайте два выстрела, быстро нажав и отпустив РТ Левый триггер дважды После того, как выпущена первая стрела То есть Прицел сохраняется, так понимаю Дважды нажал и готово Но если это контролируется, хорошо Давай вот нафотку какую-нибудь, Лара Какой-нибудь кадр хороший Во Идеально Красота Или вот такой какой-нибудь Вот да 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 Вот сейчас сделал парочку хороших кадров Ну, нет, ребят, надо, надо Только вопрос Здесь тонны монет Почему ты все не возьмешь? Почему она взяла какую-то Жалкую охапку Сама же удивилась, что здесь тонны золота А ни черта не берет Потом скажет Возвращайтесь сюда А тут еще золото Погнали Так, о, спасибо Лара Реально очень красивая Слушайте, это, по-моему, изображение Константинополя Софийского собора На портрете стерто лицо Похоже, это был портрет пророка Наверное, они были вынуждены Скрывать свою веру И это, кстати Не просто медальон Это брошь Это булавка такая Свообразная Слушайте Так Ну что, давайте двигаться дальше Тогда получается Нам теперь сюда То есть, что там идти Что здесь Давайте вот здесь еще немножко пройдусь Посмотрю Может, мало ли что валяется Вот так вот Неприглядным взглядом не увидишь А потом так пройдешь И, о А тут реально что-то лежит Такое скажешь, да? Ну, гробницу мы прошли Откуда у нас столько льда? Я все, конечно, понимаю Там Атмосфера Золото, красота И так далее Но все же Откуда здесь столько льда у нас? Я не хочу проверять, что там на дне Так Сказал он Так А это уже О Последний документ И реликвистин один Отлично А он вон там, да? Давай, залезай У-у-у-у-у-ой Да уж На всякий случай Все проверяю Что будешь наверняка Нет, ну реально Как это? О, видите? О, не зря нажимаю Вот, не зря нажимаю Византийское золото Византийское золото Ну-у-у-у-у-у-у Ну-у-у-у-у-у-у Поплыли Так Так. А, утонула. Так, ладно. То есть здесь выискивать что-то не вариант. Интересно, где мы будем в последнее время? Где последнее сохранение у нас было? Нет, она утонула, но я надеюсь, что там будет контрольная точка, то есть перед самым погружением. Прекрасно, спасибо. Так. Давай, давай. То есть на поверхности я уже был. Она не захотела всплывать. Она не захотела всплывать, ей видимо БДСМ очень нравится. Мне вот не нравится утопленик, что я дукатный утопленик, я прекрасно знаю, каково это умирать так. Ой, Лара. Так. Давай, давай, давай. Да! Так. В общем, плыву прямо, потом буду уже разбираться, где какая у нас глубина, где какая задница мира. Это какой у нас третий раз? О, она меня уже опередила. Я только дважды утопленик был. Но, мне кажется, в бонус то, что меня пытались утопить, а она тут чисто подо льдом тонет. Выплыла! Молодец. Тут вот прям подземная пещерная сеть. Но, учитывая, что ничего не высвечивается и так, я так надеюсь, что это, скорее всего, к нам не относится. Ага, спасибо. Давай. Меж тем этот безумец продолжает идти. И я не знаю, что его подгоняет. Мы пересекли ледяные горы на краю мира. Его люди гибнут. Каждый день я натыкаюсь на могилы или просто тела, брошенные на обочине едва заметной тропы. Я исхудал и осунулся, но я так близок. Моя лошадь пала. Та самая кобыла, на которой я воевал против болгар. Пришлось ее разделать и забрать мясо с собой. Но я близок как никогда. Оттуда, из-за гребня горы, раздается их пение. В ближайшие дни я прикончу пророка и вернусь в орден с победой. Еще один день, всего только день, и я его настигну. Вот это надо было ставить непосредственно. Почему? Здесь, кстати, остатков-то нет. Значит, он еще технически мог выжить. Правда, зачем он бросался записки здесь? Другой вопрос. Но это, опять же, другой вопрос. Так. Да, тут мы все собрали. Давай, Лара, аккуратно. Ага. Аккуратно. Советская база. Да уж. Эх, старый, добрый, советская база. Что может быть лучше? О! И костерок нас ждет. О! Спокойно! Спокойно! Мы свои! Да, потому что они хотят убить меня. Я убивала, чтобы выжить. Как и ты, подозревая. Сколько они уже здесь? Несколько дней. Многих из нас взяли в плен. Лучше уходи отсюда, пока не поздно. Я не могу. Я пришла по важному делу. Как и они. Еще раз тебя увижу, сажу стрелу в глотку. Мы с тобой на одной стороне. Я постараюсь это доказать. Что там происходит? Да так, кто-то не курил. Не в том положенном месте. Это нормальное явление в России. Каждый день такое происходит. Привыкнешь, Ань. Итак, тут живут люди. И живут, похоже, давно. Десятки. А может, и сотни лет в изоляции. У нее на платье был узор. Какие были распространены в Византийской империи. Неужели это потомки учеников пророка? Что им известно о затерянном городе и святом источнике? Ясно, что Троица сделает все, чтобы это выяснить. Кем бы ни были эти люди, боюсь, они в большой опасности. Надеюсь, поговорка про врага моего врага окажется справедливой. Ну, обычно в этой проговорке есть исключение. Нож в спину всегда приятнее. Так, ладно. Возвращаемся в зону прокачки. Оплетка ТВ. Если обмотать шкуры часть ТВ возле упора для стрелы, это уменьшит напряжение пальцев и позволит удерживать его намного дольше. Вот это мне, кстати, необходимо. Потому что если я делаю хорошие точные выстрелы из лука, это надо. Беру. Так, дальше. По рюкзаку что у нас? Экипировка. Изготовление экипировки просто всех предметов и снаряжений. Охотничек колчан. Ну, да, я потратил опять всю бумагу. Ну, в любом случае, нам на охотничек колчан 10 штук надо. На древку тоже надо 10 штук. Ну, технически мы близки. Близки. Собрать-то не сложно. Собрать-то можно. Главное сначала базовые хотя бы умения. Базовые умения хотя бы. Есть что собрать? Все-таки как ни крути. Старый советский добор. Тут, наверное, каждым должно доваляться. Что, серьезно, ничего нет? Да вы должны быть издеваетесь. Так, ну, на советскую базу мы пойдем уже позже. Хотя, я должен признать, вид отсюда шикарнейший. Хотя, можно найти другой угол. Не знаю, какой угол правильно лучше подобрать. Может, вот такой что-то из этого. Может, что-то вот из этого, да. Хотя, я хотел, чтобы вот тот символ попался. Ну, ладно. Что ж, ребят. Я надеюсь, что вам понравилось сегодняшнее наше прохождение. Ставим лайки, пишем комментарии, подписываемся на канал. Дискортовый кадр, артели, грамм, сучки все в описании к этому геймплейному видео. Буду рад всем. Заходим, наслаждаемся, общаемся. Ну, и, конечно же, ребят. Всем спасибо, кто смотрел и кто прокомментировал. Тоже спасибо. На каждый комментарий отвечу. Если только, конечно, это не спам комментарии, которые удаляются автоматически. Так что не спамим, не спамим. Сдаем конкретные вопросы или просто пишем, что хотим. Ну, относительно. Без ссылок и без всего. Реально. В последнее время, что-то очень много вот этих спамботов появилось. Что ж. Всем большое спасибо. Мисс Крофт, спасибо большое, что сходили сегодня с нами за византийскими покупками. И вопрос. Когда ты возьмешь все византийское золото? Серьезно. Не взяла с собой... Не взяла с собой вообще ни монет. Ну, ладно. Немного монет взяла в защиту. Но остальное-то золото куда? В общем, всем на скорой встречи. Всем пока. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok